Добрый день, дорогие друзья! С вами Юджиния. И сегодня мы с вами поговорим о такой главной тройке, которая очень сильно влияет на нашу реализацию. Это о внутренних фигурах. Я когда-то изучала классические расстановки, потом разборы, и сейчас просто очень стала актуальна тема, которую я провожу как сессии с моими ассистентами для людей, и она прямо называется «Распаковка на внутреннюю семью». Вообще изначально схемы эти ввел Эрик Берн, по-моему. И вот эти фигуры из внутренней семьи, они обеспечивают, скажем так, все наше взаимодействие с миром. И они есть в каждом человеке. Конечно, фигур, субличности у нас очень много. Мы расщеплены, мы мамы, мы дети, мы подруги, мы сексуальные партнеры, мы жены, мужья и так далее. То есть мы начальники, бизнесмены. И там еще очень-очень много всяких жертвенных, тех, кто гордый, тех, кто застаиваются в болоте, не эволюционируют и прочие-прочие вещи. Но вот пока давайте поговорим вот об этих трех. И если с ними налаживается взаимосвязь, жизнь становится совершенно другой, ребят. Вообще взаимодействие с миром идет в большей согласованности. А большая согласованность – это когда твои пути открыты. Ты без напряжения, беспрепятственно двигаешься к своим целям. И какие это фигуры? Ну, есть такая фигура, как родитель. И вот что такое родитель? Это контролер. Это то, что называется нельзя, бессовестный, брось, не трогай, поставлю в угол, отдам дяде. То есть это все правила. Правила, какие-то семейные правила, запреты, которые уже идут от общества и могут быть от национальности, от религии, профессии и так далее. То есть это все складывается в кучу со всех этих аспектов нашей жизни. И фигура вот такого родителя, она тоже бывает разная. Но чаще всего, как я заметила, он такой очень жесткий, он преграждающий путь. Такой контролирующий, очень строгий, очень такой сухой, я бы сказала, такой черствый. Он все время что-то от нас требует. Есть постоянное недовольство. Крайне редко можно встретить ощущение поддерживания, одобрения. Но этого почти не бывает. Чаще всего мы как-то со смешанными вариантами, но все равно даже одобрение и поддержка, они такой маленький, имеют процент. Но это часть нашей личности, которая как бы помогает нам в социализации. И причем у нас связана, да, получается, что основной период социализации, он идет вот до 7 лет, когда записывается лимбическая система, когда мы ходим в детский сад. Как это выражается? Это та самая критика, когда вы сами себе все запрещаете, когда вы недовольны, когда вы должны быть вот тем, ты недостойна, ты вот этот, и ты себя наказываешь. Вот так, это вы же сами, да. Есть такая фигура, как внутренний ребенок. То есть это наши хотелки, это наша искра, это я хочу туда, я хочу путешествовать, я хочу вот это. То есть, и, конечно, ребенок тоже бывает разный. Вот недавно на сессии у нас был ребенок, который такой капризный, бывает ребенок бунтующий, но бывает радостный, да, и бывает такой ребенок, который саботирует все вокруг, отрицает, то есть и бывает тот, кто мягкий, то есть легко адаптируется, или за любовь готовый пойти на все. Для кого это созвучно? Сразу подумайте о себе. Что такое ребенок? Это творчество, это состояние, в котором мы получаем удовольствие, радость. Причем проявляем вот такое познание мира, естественно, потому что, ну, для ребенка у него преград нет. Просто хочу и все, у него нет понимания таких сложностей, как у взрослых, да, вот такая открытость к миру. И если там у нас лежит проблема, то не будет ни радости, ни удовольствия, ни легкого достижения целей в жизни не будет. И расслабиться очень сложно, мы постоянно находимся вот на таком контроле. Причем еще очень сильно влияет, кто из вот этих трех фигур ключевые. И есть взрослый. Это понятие такое, которое, ну, решает вопросы, поставленные нам жизненным опытом. Он не особо эмоционален, он больше нейтрален, я бы сказала. Но вот у нас такое разделение, у нас либо люди как бы ориентируются на главную фигуру, либо взрослый, который сам себя бичует, либо ребенок какой-нибудь капризный, который не может взаимодействовать с этим миром, взрослых почти не встречается. Потому что, смотрите, в базовой настройке взрослого нет. у нас вот этого мировоззренческой зрелости вот этой. Потому что она, во-первых, зависит от того, сепарированы ли вы от родителей. Это как бы, как сказать, это нарабатывается по жизни. А если вы не сепарированы, то вы как ребенок до сих пор остаетесь, сколько бы вам не было лет, это при решении большинства вопросов. Вот как-то же мы через вот эти фигуры, мы как-то же взаимодействуем с самим собой, на работе, с детьми, с родителями, дома, в отношениях. И, конечно, когда вы начинаете с ними взаимодействовать, посмотреть и правильно расставить, вот как, например, у нас на распаковках, когда оба и родители взрослые поддерживают желание ребенка приметом, они как бы в тройственном таком союзе и не в конфликте. В основном они в отстраненности, в конфликте, а еще так бывает, как недавно вот у моей клиентки во внутренний ребенок был вообще практически забит, поскольку в его фигуре содержалась фигура умершего сына. Уже столько лет скорби, и там вот он остался. То есть было смешение вот этих фигур. А еще бывает так, что они знать могут, не знать друг друга, а друг друге. И это очень сильно сказывается на нашем не просто реализации, а, как бы сказать, в глобальном смысле на ощущении потока, что ты, во-первых, защищен всегда в безопасности, при этом способность и предрасположенность, не бояться бед, не бояться каких-то сложных задач, потому что ребенок не может справиться с сложной задачей. И многие поэтому саботируют свой успех, многие не открывают бизнес, даже заканчивая курсы по целительству, по психологии, не могут выйти, просто потому, что они еще не сепарированы. И, конечно, мы здесь всегда на сессиях спрашиваем, кто главный, тестируем, кому хуже всех, как говорится, и при этом начинаем их разворачивать друг к другу, потому что от того, кто главный, многое зависит. Но если ребенок, как я сказала, то при нагрузке мы не справляемся с нагрузкой, впадаем в какое-то детство, все, я ничего не могу, отсюда рождаются жертвы. А, естественно, как следствие, понимаете, что с физическим телом происходит. То есть, потому что ребенок, он всегда будет сваливать от ответственности любыми способами, которые он только сможет сделать. Прокрастинировать, в том числе, лениться. То есть, поддаваться каким-то сиюминутным импульсам, мошенникам. То есть, невзвешенные решения будет принимать. Но для ребенка всегда мир это абуза, это напряжение серьезное. если главным становится взрослый, то он ощущает ответственность и чувство способности справляться самостоятельно, принимать решения. То есть, понимаете, вот эта взрослость, вот эта вот взрослость, это не значит стать серьезным. Нет. Это просто способность движения, путь быть автономным, ни от чего не зависеть. Но ведь для многих это вообще связано с каким-то тяжелой ношей. Ну и родитель это постоянно свое себя оскорбляем, унижаем, обесцениваем, как-то себя в какие-то загоняем в жесткие рамки, причем до очень жестких категорий, я бы сказала. Типа направляем себя на путь истинный. Но самый главный вместе с ними это конечно вы, да, и здесь нужно расставлять такие приоритеты.